Ребята, всем привет! Меня зовут Лена и я ваш гид Шарм-Аль-Шейх. Мы сегодня приехали в шикарнейшее место. Касл Заман на мои дни рождения мне муж сделал подарок. Я вам обязательно сейчас покажу все и расскажу, что здесь есть, потому что оно дорогое, кстати, достаточно недешевое. Но я считаю, что каждый его должен посетить. А вы не переключайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь. Поехали! Касл Заман находится в городе Нувейба. Это практически два часа езды от Шарм-Аль-Шейх. По безумно красивой дороге и ландшафтам. Я очень люблю ездить по этой дороге. Мимо вы будете проезжать бедуинскую школу, бедуинские деревни, дома, которые построило государство для бедуинов, но они там не живут. При въезде в Нувейбу вас встретит потрясающий вид на порт этого города. Это Акапский залив. Максимальная его ширина 9 километров в самом начале. Здесь я не берусь сказать, сколько километров, но достаточно близко. И вот спустя практически два часа мы, в принципе, с вами приехали на место. Вот, ребят, мы привезли с собой шампанское. За каждую бутылку здесь надо платить. Нам сразу же со льдом поставили. Стаканчики здесь вы не можете не везти. Здесь специальные, которые не бьющиеся. И вы только посмотрите, какой вид. Я как роса. Ну, это же, блин, нереально вообще. Сам замок-кафе вроде бы выглядит маленьким, но он небольшой, не маленький, средний. Там очень строгие правила. Нужна обязательно предварительная бронь, предоплата 50%. Естественно, можно внести по карте. Вы можете выбрать меню, но по факту на месте решаете, что вы будете кушать. Ужин я вам обязательно покажу или обед. Там уже по времени как получится. Но это очень вкусно и сытно. Кстати, данное заведение 16+. Детям до 16 лет туда не пустят. Документы обязательно проверяют у всех. Я так особую историю не поняла. Ну, не знаю, трудности перевода или чего. В общем, где-то примерно 30 лет назад этот замок построил один архитектор, который до сих пор живет там. У него есть свои апартаменты в этом замке, а так он живет где-то в кемпинге. Но построено место на очень красивой горе с прекрасным видом. К сожалению, приехали в облачную погоду, но у нас других вариантов не было. Только в этот день у меня день рождения, поэтому краски не очень видны. Но поверьте, если приехать в безоблачную погоду, краски будут видны, и воды, и всего. Это просто будет что-то с чем-то. Мозговзрывающее. Я бы сказала это место еще раз. Я много раз вам повторю, что лично для меня оно обязательно для посещения. Мы теперь будем периодически туда ездить обязательно. Как я уже сказала, но повторюсь, алкоголь туда свой можно, и там продается местный. Но если вы берете свой алкоголь, то за каждую бутылку надо платить. Это здесь во многих кафе стандартная практика. Если вы пришли со своей бутылкой, то кафе берет еще с вас оплату. На тот момент, когда мы ездили, ну цены могут меняться. Ребят, было 400 фунтов за слабый алкоголь, ну типа вино шампанское, и за крепкие напитки 500 фунтов за бутылку. Спускаемся по лестнице. Здесь у нас находится небольшой прудик с рыбками. Ну, надо кормить, знаете, как в видео. Вон рты открывают. И такой красивый небольшой бассейн. Боже. Вид, ну, просто на все сто. Место, в принципе, не очень большое, но и немаленькое. Есть где уединиться. В Кассел Заман, ребята, есть свои правила. Вот, в Кассел Заман есть свои правила. Запрещено находиться, плавать в бассейне, в какой-либо там одежде, шорты и так далее. Ну, для нас с вами это нормально. Только купальники. Для нас с вами это не особо говорить. Надо, боже мой, гляньте, какие виды, да. Это скорее больше для египтян, для таких, как я, что жены мусульман. Мы в открытых купальниках не ходим. Вот. Здесь также есть сауна. В сауне одновременно должно находиться не более четырех человек. Ну, вот виды я вам просто могу бесконечно показывать. Это прямо туалет. Ребята, я вам должна показать. Нет мужчин. Вот. Туалет дышевая. Вот отдельно, естественно, женский, отдельно мужской. И сауна. Это включено. Вот, небольшая сауна, не более четырех человек. Одновременно могут находиться. Боже. Еще к бассейну запрещено спускаться с какими-либо напитками. Алкогольными, либо безалкогольными, с какими-либо стаканами. Не пытайтесь взять на день рождения свои красивые бокалы, возьмите у них. Они вам не разрешают пользоваться своим. Почему? Если стекло разобьется, а как они утверждают, вы разобьете обязательно, то очень долго будут осколки вычищать. И люди могут пораниться. Поэтому к бассейну запрещен спуск с какими-либо напитками. Вода зимой в бассейне очень холодная. Прямо очень. Но после сауны самое то окунуться. Сауна-бассейн, сауна-бассейн. Нам это с вами знакомо. И массажиста не надо. Расслабляет шикарнейше. Это просто нереально шикарная фотозона. Сейчас мы с вами возвращаемся наверх. Наверху у нас столовая. Места для отдыха. Панорамная площадка. Барная стойка. Обедать можно и в открытом, и в закрытых помещениях. Почему в закрытом? Ну, бывает, когда зимой люди приезжают, очень сильные ветра. Цены все указаны вот на таких бутылочках. По поводу обеда, либо ужина, смотря в какое время. Ребята, там нужно заказывать заранее, потому что готовят обед в печи, в горшках от двух часов. Как это называется? Long eat, по-моему, или long cooking. Что-то в этом роде. Но это очень вкусно, шикарно. Порции, еще раз повторюсь, достаточно большие. Виды, которые открываются, вы и так видите. Там просто можно приехать и релаксировать. А еще это шикарное место для любой фотосессии. Там можно таких красивых снимков наделать. Хоть на телефон, хоть на фотоаппарат. Сами видите, что архитектор прямо душу вложил в это место. Я от него в полнейшем восторге. Я, наверное, сделаю туда отдельно поездку, потому что не всем удобно добираться самостоятельно. Это далеко, дорогу не знают и выйдет недешево. Плюс бронь, оплата по карте не всем удобна. Поэтому, наверное, сделаем отдельную поездочку только туда и поможем вам со всем. Кафе даже получила, я не поняла, что это за грамота. Но, тем не менее, оно достойно любых грамот абсолютно. И посмотрите, все равно, какие виды. Очень жалко, что мы приехали сюда в облачную погоду, потому что там виды, если приехать в солнечную, просто будут мозг выносить. Кстати, ребята, здесь еще есть настольный футбол. И вон там я уже близко подходить не буду. Блиарный стол, но это уже не входит. 50 фунтов в час. Можно поиграть. Ребята, около барной стойки, под этой дверью. Спускаемся вниз. Ой, спускаемся, спускаемся. Здесь есть небольшой шоп. Слушайте, пахнет, я вам скажу, даже очень симпатично. Вкусно пахнет. Здесь что-то сказали, что магазин продается, цены. Вот. Картинки какие-то. Пошли в другую часть. Сам замок делал архитектор. И здесь вот такие моменты. Как, например, настраивайся. Вот это окошечко, да? Просто и там что-то лежит. Тарелочки какие-то, книги. Ожили. Ну, интересно погулять. Здесь какую-нибудь такую, знаете, фотосессию сделать. Боже, я аж до речи потеряла. Симпатично. Тематическую, вот. Если фотосессию сделать тематическую, то очень даже интересно. Классно. Да не потеряюсь я, не потеряюсь. Красиво. Так, мы ушли из подвала, нам сказали, что кушать готово. И уже на столе. А на каком столе? Это наше, да? Боже. Спасибо. Гляньте, какая красота. Это наш ужин. С таким видом. Шикарно. Красиво. Немного атмосферы. Надеюсь, за эту музыку фоновую меня не заблокирует. Ребят, наш отдых уже закончился. Вот. Еще повторюсь, мы были в Кассел Заман. Шикарное место. Я обязательно его рекомендую к посещению. Все свои контакты я оставлю обязательно в описании к профилю. Звоните, обращайтесь. Там же будут ссылочки на все экскурсии. Пока-пока.